Больше сотни КВНщиков в этом году боролись за звание чемпионов Открытой Алмазной Лиги. Все шесть игр каждый раз собирали полные залы. На финале Клуба Веселых и Находчивых побывала и моя коллега Елизавета Кочетова. В этом сезоне в Алмазной Лиге КВН 11 команд боролись за звание лучших. Шесть раз игры собирали активных болельщиков и любителей Клуба Веселых и Находчивых. В финал вышли три команды. Йота Ватаматафон, сборная совхоза Новый и чемпионы прошлого года сборная Политеха, чей состав с прошлого года уменьшился втрое. В финале ребята играли вдвоем. Вместе с тем проходят и президентский пост Парака Обама. Это не случайность. Эта команда играет уже много лет. Однажды участвовали в сочинском фестивале. На этот раз они сильно отстали от лидеров в домашнем задании, где каждой команде помогали играть домашние задания звезды Высшей Лиги КВН. Сборная Политеха выступала с Александром Шнайдером из команды Новосибирска «Экскурсия по городу». А вместе со сборной совхоза Новый играл Валерий Гуляев из команды «Харамарин» города Улан-Удэ. В этом сезоне команда «Алмаз-автоматики» Йота Ватаматафон заняла второе место. Третье место редакторы им присудили по ошибке. На самом деле бронза досталась ребятам из сборной Политеха, а победили новички «Алмазной лиги». Путевка на Сочинский фестиваль достается сборной «Аролаха». Кубок чемпионов достается тоже сборной «Аролаха». Елизавета Кочетова, Кристина Дорофеева, Артур Голиков, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».